Рассмотрим падение поляризованного света на границу раздела двух диэлектриков изотропных прозрачных. В нашем случае это воздух и стекло. Но если свет, падающий на границу раздела двух диэлектриков, поляризован строго определенным образом, а именно вектор напряженности электрического поля лежит в плоскости падения, это во-первых. И во-вторых, если угол падения имеет строго определенное значение, этот угол называется углом Брюстера, то отраженной волны вовсе нет. У нас сейчас установка настроена как раз таким способом. Угол падения равен углу Брюстера, а поляризатор ориентирован так, чтобы вектор Е лежал в плоскости падения. Нет отраженной волны. Нет поляризатора, есть отраженная волна. Поставили поляризатор, исчезла отраженная волна. Если нарушить эту поляризацию падающего света, когда вектор Е лежит в плоскости падения, то появится отраженная волна. Я поворачиваю поляризатор. Появляется, вот максимум интенсивности, отраженная волна. При определенном направлении вектора Е отраженная волна исчезает. Давайте убедимся в том, что отраженная волна появится, если изменить угол падения. Причем интенсивность отраженной волны будет возрастать при возрастании отклонения от угла Брюстера. Вот появилась отраженная волна. Надо поправить положение поляризатора. Еще разочек. Нет отраженной волны. Угол падения равен углу Брюстера. Меняем угол падения. Появляется отраженная волна. Ну и в другую сторону. Прошли угол Брюстера. Изменили угол падения. Появилась отраженная волна. Возвращаемся обратно. Когда угол падения равен углу Брюстера, отраженной волны нет. И она нет отраженной волны при соблюдении этих двух условий. Вектор Е лежит в плоскости падения. Угол падения равен углу Брюстера. Для того, чтобы понять, почему так происходит, давайте обратимся к рисунку. Этот рисунок изображает диаграмму направленности излучения колеблющегося одного заряда или, если это сложная система зарядов, то ее дипольного момента. Вдоль направления колебаний излучения нет. Интенсивность излучаемой волны имеет максимум в плоскости, перпендикулярной к направлению колебаний. А теперь посмотрим, что же происходит при падении поляризованного света. Если он поляризован так, что вектор напряженности электрического поля лежит в плоскости падения, то просто в силу граничных условий в прошедшей волне вектор Е также лежит в плоскости падения. Неоткуда взяться перпендикулярной составляющей. А это означает, что поляризованность среды, если она изотропна, тогда вектор поляризованности сонаправлен с вектором напряженности электрического поля, колеблется в направлении перпендикулярном к прошедшей волне. Ну и, наконец, откуда угол Брюстера? Если угол между направлением распространения отраженной волны и преломленной волны прямой, то тогда направление колебаний, вдоль которого нет излучения, совпадает с направлением отраженной волны. И получается следующее. Нет отраженной волны в этом направлении некому излучать. Если вы слегка меняете угол падения, то тогда появляется, меняется направление прошедшей волны и появляется небольшая составляющая излучения в направлении отраженной волны. Когда угол между направлениями распространения отраженной волны и прошедшей волны Пи пополам, угол падения определяется этим соотношением. Тангенс угла Брюстера равен отношению показателей преломления сред Н2. Это та среда, в которой распространяется преломлённая волна, Н1 – это показатель преломления той среды, в которой распространяются падающая и отражённая волна, если она есть. Вот чем объясняется стопроцентная поляризация отражённой волны, если падает естественный свет, тогда остаётся только одна компонента с вектором Е, перпендикулярной плоскости падения, и исчезновение отражённой волны, если падающий свет поляризован так, как было уже не раз сказано.